Пеномонтаж Есть средства, которые интернет рекомендует, как эффективные для очистки пены от чего бы то ни было. Итак, что мы будем использовать? Что у нас есть? У нас есть обычный ацетон, классика жанра, жидкость для снятия лака, кто-то ее забрал, девочки, верните, пожалуйста, жидкость. Девчонки, вы куда это делали? Теплое растительное масло, это то, что рекомендуется как средство удаления с рук, с поверхности тела этой пены. Есть соль, солевой раствор, тоже хорошая рекомендация. Кстати, совет просто солью тереть руку, даже не разводя эту соль. Если три руки заморал, но мы... Да. Ну а мы сегодня будем пробовать и те, и другие технологии удалять с поверхности древесины в данном случае. Перечисляй дальше. Есть специализированное средство для удаления этой самой пены, которое было разработано специально для того, чтобы удалять монтажную пену профессионалами. И есть вот моющее средство, обычнейшее. Обычное моющее средство, да. Вообще, я думал, что монтажную пену нужно удалять, когда она еще не засохла, но во всяком случае. Но, тем не менее, мы сейчас будем пробовать удалять. Можно ли ее растворить как-то? Да, ну что, начнем? Давайте, раз мы с той стороны. С ацетончиком? Давайте с первого, с обычного ацетона. Да, и запах родной с детства, конечно, и все остальное тоже. Вот, я не знаю, мне кажется, все неэффективно для засохшей уже пены. Это точно. Вот тебе детством, да, пахнуло? О-о-о-о! Фу-фу! Ба-о-о-о! Я не знаю, можно ли это смешивать потом с другими средствами? Гуфу не разъест. Ну вот сейчас посмотрим. Главное, чтобы ничего не разъела нас с тобой. Ой, Антон! Все нормально. Сегодня гости не будут с тобой здороваться, это точно. Давайте, вот мы как раз здесь пытались. Вот это, вот это, конечно, давайте вот это. Натирайте, натирайте, не останавливайтесь. По-моему, вообще нет. Пение ацетон как в мертвом припарке. Абсолютно верно. Примерно. Ничего, даже не размокает пена. А ну-ка. Нет, она как была твердой. Ничего не происходит с ней. Так и ей осталось. Непоколебимая пена под воздействием ацетона. Я позволю себе закрыть бутылку, чтобы это было безопасно, потому что так у нас в студии сегодня пахнет утром, вы знаете, ух. Я очень сочувствую гостям, которые будут здесь появляться, особенно первым. Да, у вас, наверное, там бодрит какой-нибудь запах чая, хлеба, бутербродов или кофе. А у нас сегодня ацетон... Чисто мужское утро, Антон, у нас с утра. Нет, не получилось. Обычный ацетон – это все. Следующее у нас что есть? Масло. Давай попробуем. Оно точно не поможет. Да, абсолютно. Если ацетон не справился. Ну, давай ливанем. Это только для новой пены, может быть. Я так полагаю. Да, свежая пена на руку использует масло. Ну, вот ради того, чтобы... Туда же. Туда же, в ацетон. Да, вот куда-нибудь сюда. Мне кажется, оно у вас будет виниться потом. Достаточно. Все. Ну, вот я прям от души, от души, брат. Масло. Мне не жалко масло-пена для тебя. Это как начало стихотворения какого-то. Да, но все равно я тоже вижу, что... Ничего не происходит. Ничего не произойдет. Трем, трем. Я чувствую себя массажистом. С пеной ничего не происходит. Я думаю, что эти способы, они были бы нормальны для пены не засохшей. Согласен. Абсолютно. Не исключено. Но, как показала практика вчера, я же хотел, чтобы у нас была испачканная рука ради эксперимента. Я испачкал руку в монтажной пене, и она достаточно легко удаляется, покуда не высохла. Может быть, у вас были жирные руки? Вы до этого их куда-то запускали? Потому что обычно пена, когда попала на пальцы, это все, она там остается. Ну что, давай попробуем размочить большую штучку. Давайте попробуем, только у нас... Засохла не только пена, но и большее средство. Нет, большую штучку мы не размочим. Только нужно маленькую пробовать размочить. Давай попробуем маленькую размочить. Ну, это такое средство, я думаю, тоже на основе. Ну, это бред, это бред, конечно. Вот, если ацетон не справился, там, где не справился, ацетон не поможет. Исполезно. Единственная надежда, конечно, если вы что-то замарали пеной, это на профессиональное средство, которое у нас сегодня тоже есть. Сливую воду, ну так, ради... Ну, давай, давай, окропим, окропим немножко. Нет, я даже, наверное, промочу салфетку. Ради чистоты эксперимента... Вот, давай вот маленький кусочек вот этот свой попробуешь здесь убрать. Давай. Водичкой. А, отскреблось, кстати. Но это не потому, что вода физические усилия. Нет, не работает, не работает. Почему-то это сразу видно, ты смотришь и понимаешь, что не работает. Попробуем. Ну, а теперь, да, найдется надежда на... Наверняка нужно встряхнуть. Для очистки оконных рам, дверных коробок и подоконников перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на невидимом участке поверхности. Так, ну что у нас написано? Через 10-30 минут размягченную пену аккуратно очистить шпателем или вытереть сухой тканью. Ну, у нас будет возможность как раз после детского конкурса... Лей, 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 этот наш меток. Ты все решил, да? Ну, а что? Не, улыбку-то с лица нельзя стирать. Ну, давай. Давай бородавку. Бородавку. Я хотел назвать это прыщиком, но пусть будет так. И нос-то решил. Ну, я... Чтобы просто проверить, что будет проис... Происходить. А ну? Пока ничего не происходит. Пока ничего не происходит, абсолютно. Ну что ж, предлагаю оставить это дело на 30 минут. На указанные 10 минут. Давайте вы пока еще попрыскайте немножко эффектов нашей студии. А сейчас мы посмотрим о том, какие фильмы можно будет увидеть уже с этого дня в кинотеатре города Красноярска. У-ху! Мы продолжаем разрушать наш арт-объект, который был создан вчерась. Обработали. Вчерась. Обработали. А сегодня мы его чистим. Его обработали. Обработали его специальным раствором, который призван удалять монтажную пену. Удалитель застывшей монтажной пены. Обратите внимание. Не новенькой, а застывшей. У нас она как раз здесь... Ну, она размякла. Она размякла. Смотри, вот, да, какой вот кусочек. Сейчас покажем. Она стала мягенькая, мягенькая, вот прямо. Она прямо... Ну, вы знаете, что пену обычно не продавишь. Ты ее уже прямо проткнул. Но, тем не менее, она стала значительно мягче. Следующее указание, да, вот написано. Смотрите. Работай там до дололы максимально. Скоро удалить механическим способом сначала отвердевшую пену. Распылить удалительные места загрязнения. Через 10-30 минут размягченную пену очистить шпателем и вытереть сухую тканью. Но у нас нет шпателя, у нас есть острый предмет. Вот у нас размягченная пена здесь. Давайте попробуем, наверное, ее счистить. Скребите, Александр. И что мы видим? Она скребется. Работает. В отличие... Ну, не будем слишком мусорить, да? Можно я вас подвину? Давай. В отличие от вот, куда мы не прыскали. Есть несколько кусочек. Попробуем его просто чистить. Ну, это я, конечно, зря, ребята, сделал. Дискредитировал сегодня наш способ. Но это просто с дерева, во-первых. Во-вторых, структура пены изменилась здесь, да? Видно, что она такая мягенькая стала. Вот. А здесь она все-таки крошилась, ну, как обычная пена. Ну, и количество тут меньше по сравнению с тем загрязнением, которое было здесь. Механизм работает, все те средства, которые мы испытывали до этого, не работают. Работает, может быть, только на новой пене, на застывшей точно не работает. Эксперимент завершен. Мы желаем вам хорошего, хорошего утра. Просыпайтесь обязательно, оставайтесь с нашей программой. Впереди у нас масса всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова